Алхамдул-Л Яраббил Ааламин Уссалату Ассаляму ала Мухаммади у Аля Али в Асхаби Аджимаин Вы видите мост через пролив Босфор пролив, который соединяет два моря черное и мраморное город Стамбул с нами личность легендарная хоть он и сам скромно улыбается наш шейх Эльмир Кулиев человек, который является переводчиком одного из самых популярных ну, скажем честно, самого популярного издания священного перевода, священного Корана. И, иншаллах, мы попросили его маленькое наставление для нашей молодежи дагестанской, иншаллах, сделать заколоха. Бисмилляхи рахмана рахим. Ассалату ассаламу аля Расулу Илляхи и аля Алихи и ассахбе Аджма'ин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, дорогие братья. Из такого замечательного города, из самого центра мусульманского мира Истамбула передаю вам самый теплый салам. Пусть Аллах, субхану ата'аля, исправит ваши намерения, исправит ваши дела и укрепит вами нашу уму, уму пророка, саллаху алейкум ва салям. Самое лучшее наставление – это призыв богоязвенности. И Всевышний Аллах, субхану ата'аля, говорит в Коране «Ва мэйятта куллаха яджу аллаху махраджа ва ярзукху минхайзу лаяхаса». И тех, кто боится Аллаха, то есть, помня об Аллахе, избегает грехов, сторонится грехов, сторонится всего, что вызывает гнев Всевышнего, для тех, Аллах, субхану ата'аля, создаст выход из сложной ситуации и одарит их благами оттуда, откуда они этого не ждут. Поэтому, братья мои, самое первое, о чем мы должны помнить – это довольство Всевышнего Аллаха. И больше всего мы должны остерегаться грехов, потому что грехи губят нашу мирскую жизнь и могут обречь нас на мучительные страдания после смерти. Богобоязненность. Что такое богобоязненность? Когда одного из наших праведных ученых спросили о том, что такое богобоязненность, он говорит «Вы, когда идете по земле, где много камней, как вы ходите? Вы смотрите под ноги и приподнимаете одежду для того, чтобы не ушибиться». Вот то же самое богобоязненность. Богобоязненность, когда ты ощущаешь, что вокруг тебя очень много соблазнов, очень много сомнений, которые могут подтолкнуть тебя к ослушанию Всевышнего Аллаха, и поэтому ты всегда настороже, а верующий он всегда настороже. Верующий всегда должен сохранять бдительность, потому что шейтан, он в любой момент готов открыть перед нами дверь к греху, и он готов открыть перед нами сотни дверей к маленьким добрым делам, для того, чтобы удержать нас от одного большого достойного праведного поступка, посредством которого мы можем войти в рай. Поэтому, дорогие братья и сестры, бойтесь Аллаха по мере ваших возможностей, бойтесь Аллаха должным образом, и усердствуйте в поклонении Всевышнему, и усердствуйте в праведных делах. Если вы станете пренебрегать поклонением Всевышнему Аллаху, то вы лишитесь ахирата. Если вы перестанете проявлять интерес к земным делам, то вы потеряете этот мир. Аллах, Субхану Аталя, создал этот мир для вас. Он создал эти блага для того, чтобы вы, верующие, пользовались ими. Поэтому верующий должен быть сильным. Благо есть и в слабом верующем, и в сильном верующем. Но сильный верующий лучше. Это тот, кто силен иманом, это тот, кто силен в духовном плане, это тот, кто силен в интеллектуальном отношении, это тот, кто имеет лучшие материальные возможности и пользуется ими для того, чтобы помогать родственникам, для того, чтобы помогать нуждающимся и делать пожертвования на благие дела. Один из табиев, представьте себе, табиев, то есть это поколение, которое шло сразу после сподвижников пророка, саллаллаху алейкум ассалям, он говорит, нет блага в том, кто не копит деньги для того, чтобы поддерживать родственные связи, помогать нуждающимся и расходовать на благие дела. Нет блага в этом человеке. В наше время эти слова более чем актуальны. Поэтому мусульманин, он должен усердствовать в поклонении, и он должен усердствовать в земных делах, и он должен добиться того, чтобы в его душе была гармония. Гармония духовного и материального. Это очень важно. И это тот принцип, который Аллах, субхану ата'аля, заложил в Коран, заложил для нас в Коране. Аллах, субхану ата'аля, сказал в суре Аль-Касас, А посредством того, что Аллах даровал тебе, ищи обитель, райскую обитель в будущей жизни. Но не забывай твоего удела в этой жизни. Только так верующий может стать сильным, только так верующий может стать достойным подражанием, человеком, на которого другие захотят быть похожи. Не убогостью, не слабостью мы сделаем нашу веру, нашу религию, нашу умопривлекательной, а знаниями, силой, благочестием, чистотой. Это те качества, которых Аллах, субхану ата'аля, ждет от нас. И пусть Аллах, та Аллах, поможет вам заслужить его удовольствие. Пусть Аллах сделает вашу страну благополучной. Пусть Аллах принесет мир в вашу страну и поселит мир в ваших сердцах и в ваших домах. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва барабанятам. Азакаллахам аякалмах. Аллах. Продолжение следует... Продолжение следует...